24 котельные, 44 центральных тепловых пункта и 189 километров тепловых сетей. Все это говорят литские коммунальщики. В отопительный сезон должно работать без сбоев. Потому что любая поломка может привести к проблемам. Если не во всем городе или его одном микрорайоне, так в нескольких домах уж точно. Работы по подготовке к осенне-зимнему сезону они начали сразу же после отключения отопления весной. Что именно необходимо было сделать, спланировали заранее. За 4 месяца были проверены и отремонтированы все объекты производства коммунальных котельных и заменены 6,5 километров тепловых сетей. Испытание тепловых сетей, испытание теплообменного оборудования очень важно в период подготовки к осенне-зимнему периоду. Чтобы реждевременно устранить повреждения на тепловых сетях, в межотопительный период проводятся испытания тепловых сетей. Повышенным давлением на прочность, герметичность, чтобы в зимний период исключить инциденты и аварии на тепловых сетях. И чтобы наши потребители всегда использовали тепловую энергию в полном мере и без перебоев. Кроме обычных плановых ремонтных работ, специалистами производства коммунальных котельных и тепловых сетей в этом году была проведена модернизация двух объектов – котельной в 5-й школе в Лидии и котельной в агрогородке Ходровцы. Проведена модернизация котельной школы номер 5. Установлен замену неэффективного оборудования. Установлены два котла на щепе местного производства. Построен навес для хранения топлива. Также ведется работа по строительству котельной в Ходровце. Ведется государственная программа по выводу неэффективных котельных и выносу подвальных котельных из здания школ. Данная работа ведется и планируется закончить в середине осени. На подготовку к отопительному периоду производство коммунальных котельных и тепловых сетей уже потратило 800 тысяч рублей из областного бюджета и 300 тысяч собственных средств. Кроме того, за собственные средства жилищно-коммунальное хозяйство приобретает топливо для котельных на местных видах. 370 тысяч рублей ушло на 3 тысячи кубометров щепы и 17 тысяч кубометров дров. Такого объема достаточно, чтобы бесперебойно работать в течение года. Прошлой зимой на территории Лиды и Лидского района дома, которые обслуживают ЖКХ, не остались без тепла и горячей воды ни на час. Хотя без аварии не обошлось. Все поломки исправлялись оперативно. Если случаются малейшие повреждения на тепловых сетях, есть специальные нормативы времени, в течение которого выезжает специальная бригада, которая устраняет эти инциденты. Перерывов в работе по теплоснабжению, по обеспечению наших потребителей горячей воды за прошедший отопительный сезон не наблюдалось. Все работы по подготовке к новому отопительному сезону производство коммунальных котельных и тепловых сетей планируют завершить 1 октября. И тут же начинается разработка планов на следующий год. В 2019 году Лидское ЖКХ полностью автоматизирует в Лиде котельные по улице Транспортной и в Южном городке, а также котельную в агрогородке Песковцы. В последующие годы коммунальщики хотели бы установить в регионе несколько котельных, подобной той, что работает в микрорайоне Молодежный. Ее уникальность – выработке электроэнергии.